Олег Радькович, ну известно, что каждый играет настолько, насколько позволяет ему соперник. Вот сегодня в первом тайме, особенно в начале, на действие вашей команды сказалось действие хозяев, либо что-то просто не получилось? Я думаю, да, это действие хозяев. Команда, конечно, по уровню мастерства выше. И в связи с этим сканифтяник начали агрессивно, стали быстро играть, заставляли нас ошибаться. Мы, к сожалению, пока уровень мастерства у нас ниже, мы не можем выйти под такого плотного прессинга. Не хватает чуть-чуть где-то технически, где-то физически получается пока еще. Не набрали, можно сказать, такую форму, да, чтобы выходить из-под этого прессинга. А когда пытались играть верхом, не могли зацепиться за мячи, за верховые. Поэтому, получается, давление постоянно нарастало, что и привело, да, весь первый тайм практически сканифтяник в большом, ну, в быстром темпе, да, работали, не давали нам. Вынуждали нас ошибаться. Я думаю, что только с этим связано. А второй тайм уже сканифтяник немного спустился ниже, дали нам расстояние небольшое перед воротами, да, мы стали комбинировать, искать, пытаться что-то. Но тоже был другой хоккей, вот, тоже было опасение не попасться на контратаку. Нас тянуло вперед, затягивало несколько, все-таки контратак мы пропустили. Но тут что сказать, вообще сложно, да, сейчас сканифтяник, это практически сборная России, игроки высокого класса. Мы понимали это, понимали, настраивали ребят на борьбу. Но, к сожалению, пока в техническом, да, плане и физическом мы проигрываем. Мы, я думаю, что не проиграли им только желание биться, бороться. В этом компоненте мы не уступили. Вот. Есть, есть что, к чему стремиться. Я ребятам развалка сказал, что хоккей, вот этот быстрый, да, первый тайм, быстрый вот этот хоккей. Вот к чему нужно стремиться всем. То есть тут сразу видно, высокие скорости, точность передач. К сожалению, пока мы, даже если можем, например, сравниться со скоростью, но в точности передач или принятия решения мы пока еще отстаем. Но мы работаем над этим. Ну а на ваш взгляд потенциал, вот насколько у команды велик, насколько сможете прибавить? Я думаю, что сейчас мы, вот вторая игра была на выезде, да, у нас еще три на выезде. Я думаю, что сейчас и дома, дай бог, зальют у нас лед, лед большой наш. Вот, будет время готовиться, потому что все равно тяжело, тяжело тренироваться, да, набирать физическую форму в коробке на земле. То есть это все накладывается. Да, мы стараемся, проводим сборы, но это все 10-12 дней против там 2-3 месяцев, это большая разница. Работу, которую, например, СКА нефтяник может выполнять на поле без затраты, да, каких-то усилий, нам приходится затратить силы на это. Пока мы еще физически, конечно, отстаем. Ну и стандартные вот эти все положения, то есть это все со временем. Я думаю, что команда все равно меняется, пришли новые люди. Должно пройти какое-то время, чтобы они сыгрались, а это только в играх. На тренировке это все, это не то, что в игре. Первый тайм команда выдала сегодня просто шикарный. 8 забитых мячей плюс масса нереализованных моментов. Очень мощное движение, смяли соперников. Что помешало продолжить игру в таком же ключе во втором тайме? Ну, если взять первый тайм, мы понимаем, так же смотрим, что у нас впереди, да, и с каждым матчем градус увеличивается. Если взять первый матч, второй матч, третий матч. Сегодняшний, мы понимали, что трубник совсем другой, не тот трубник, который был на первом этапе Кубка России. Разбирали, смотрели матч с Красноярском, где они сыграли хорошо и могли зацепиться, если бы не пропустили пару мячей в конце первого тайма. Там у них было хорошее движение, мы понимали, что нам надо сегодня включать скорость, включать движение, агрессию. И сыграть с первой минуты, то, что мы сделали. У нас первый тайм удался, о чем мы договаривались. Много что получалось по первому тайму. Второй тайм мы изменили. И какие-то моменты в плане нашей обороны мы понимаем. Также, что следующий матч у нас Красноярский Енисей. И здесь уже мы играли по результату второй тайм. Если не секрет, при счете 10-1, немножко, скажем так, удивило решение взять тайм-аут. С чем это было связано? Но, когда возможность позволяет в матчах, да, немного экспериментировать и посмотреть, можем ли мы переключаться от одной обороны к другой обороне, да? От низкой до высокоагрессивной обороны. Вот это хотелось попробовать и посмотреть. Из-за этого был взят тайм-аут. Сегодня команда впервые в нынешнем чемпионате, да, вот если брать первые игры, сыграла в своем абсолютно боевом составе. То есть все игроки, основы сегодня были задействованы. Если вот резюмировать сегодняшнюю игру, вот хотелось бы услышать вашу оценку вот именно относительно качества в целом, которое сегодня команда показала. Ну, качество было сегодня хорошее, я так скажу. Не оптимальное, но хорошее. Если взять по составу, ну, у нас много хороших игроков. Если я не скажу, что он боевой сегодня был, у нас хорошая скамейка, да, и у нас есть 18 игроков, плюс 4 молодых талантливых ребят, которые также играли в предыдущем матче. Так что у нас хороший состав. Субтитры создавал DimaTorzok